Первая в нынешнем Великом Посту Божественная Литургия была совершена во всех храмах Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Московский Евсея Руси Кирилл возглавил службу в Храме Христа Спасителя в Москве. Время Великого Поста – особые дни покаяния. Все направлено на приведение человека к осознанию своего греховного состояния. Великопостные богослужения проходят безо всякой торжественности. Царские врата открываются редко, почти все светильники в храме погашены. Время священнослужителей облачаются в ризы темного цвета, песнопений мало, больше чтения, а многие молитвословия сопровождаются земными поклонами. Отменяется самое важное и торжественное христианское богослужение – полная литургия. Великим Постом она совершается только по субботам и воскресеньям, а по средам и пятницам вместо нее служатся литургии прежде освященных даров. В среду первой седмицы Великого Поста в Кафедральном Соборе Храма Христа Спасителя святейший патриарх Кирилл молился за великопостными утренней часами и изобразительными. Затем предстоятель Русской Церкви совершил вечернюю и первую в этом году литургию прежде освященных даров. Это одна из самых красивых великопостных служб. Многие стремятся хотя бы один раз за пост присутствовать на ней и причащаться христовых тайн. Ведь именно в Великий Пост всем нам особо нужны помощь и поддержка, утешение и сила благодати Божией. Отсюда необходимость великопостного причастия прежде освященными дарами, то есть дарами, освященными в предшествующее воскресенье и хранящимися на престоле в алтаре для причащения в среду и пятницу. Да не в суд или в осуждение будет непричащение святых Твоих таинств, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. По окончании богослужения Святейший Владыка обратился к молящимся с первосвятительским словом. Святитель Василий Великий учит нас тому, что каждый день до того, как лечь спать, мы должны сравнить свой день с днем предыдущим, для того, чтобы следующий день был лучше. Мудрость Василий, святитель, великий философ, писатель, ученый, человек огромного духовного опыта, сам погруженный в стихию богомыслия, передает нам такие простые жизненные советы. И делает он именно для того, чтобы свой богатый духовный опыт, в том числе и связанный с поприщем Великого Поста, передать другим, передать следующим поколениям. И его слова из века четвертого достигают слуха нашего, людей, живущих в веке двадцать первом. В своей проповеди патриарх Кирилл привел слова преподобного Макария Египетского о том, что каждый христианин должен иметь внутреннюю книгу своей совести. И если что-то совершил он плохое, то должен отлагать в своей совести этот грех, вспоминать о нем и раскаиваться. И если будем так поступать, по слову святого Василия Великого, каждый день, то под контролем действительно будут и слова, и помышления сердечные, и каждое деяние. Я от всего сердца желаю всем нам испытать нашу возможность, думать о себе, подвергать критике и анализу свои мысли, свои чувства, свои поступки. Попытаться делать это каждый день, чтобы сравнивать с днем предыдущим по слову Василия Великого. И вот тогда выстроится у каждого ясная программа борьбы со своими недостатками и пороками. И даже если это будет на первых порах только в сознании, если только в сознании выстроится эта программа, это уже великий и спасительный шаг. А дальше нужно будет только не забывать эту программу и по милости Божией осваивать ее шаг за шагом, приближаясь к той цели, где нас встретит сам Господь и Спаситель и объемлет любовью своей и простит наши грехи. Аминь.